Басня номер один из Басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня. Волк и журавль. Подавился волк костью и не мог выперхнуть. Он подозвал журавля и сказал. Ну-ка ты, журавль, у тебя шея длинная. Засунь ты мне в глотку голову и вытащи кость. Я тебя награжу. Журавль засунул голову, вытащил кость и говорит. Давай же награду. Волк заскрепел зубами, да и говорит. Или тебе мало награды, что я тебе голову не откусил, когда она у меня в зубах была. Конец басни. Волк и журавль. Басня 2. Из басни Эзопа. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным состоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басня Эзопа. Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Волк и кобыла». Хотелось волку подобраться к жеребенку. Он подошел к табуну и говорит. Что это у вас жеребенок один хромает? Или вы полечить не умеете? У нас, волков, такое лекарство есть, что никогда хромоты не будет. Вот. Кобыла одна и говорит. А ты знаешь лечить? Как не знать? Так вот полечи мне правую заднюю ногу. Что-то в копыте больно. Волк подошел к кобыле. И, как зашел к ней сзади, она ударила его задом и разбила ему все зубы. Конец басни «Волк и кобыла». Басня 3 из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басня «Эзопа». Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Волк и ягненок». Волк увидал, ягненок пьет у реки. Захотелось волку съесть ягненка, и стал он к нему придираться. То и говорит, мне воду мутишь и пить не даешь. Ягненок говорит, ах, волк, как я могу тебе воду мутить? Ведь я ниже по воде стою, да и то кончиками губ пью. А волк говорит, ну так зачем ты прошлым летом моего отца ругал? Ягненок говорит, да я, волк, и не родился еще прошлым летом. Волк рассердился и говорит, тебя не переговоришь. Так я натощак, зато и съем тебя. Конец басни «Волк и ягненок». Басня 4. Из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни «Эзопа». Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Ворон и лисица». Ворон добыл мясо кусок и сел на дерево. Захотелось лисице мясо. Она подошла и говорит. «Эх, ворон, как посмотрю на тебя. По твоему росту да красоте только бы тебе царем быть. И верно, был бы царем, если бы у тебя голос был». Ворон разинул рот и заорал, что было мочи. Мясо упало. Лисица подхватила и говорит. «Ах, ворон, коли бы еще у тебя и ум был, быть бы тебе царем». Конец басни «Ворон и лисица». Басня 5. Из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни «Эзопа». Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Галка и голуби». Галка увидала, что голубей хорошо кормят. Выбелилась и влетела в голубятню. Голуби подумали сперва, что она такой же голубь, и пустили ее. Но Галка забылась и закричала по Галче. Тогда ее голуби стали клевать и прогнали. Галка полетела назад к своим. Но Галки испугались ее от того, что она была белая, и тоже прогнали. Конец басни «Галка и голуби». Басня 6. Из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни «Эзопа». Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Голова и хвост змеи». Змеиный хвост заспорил со змеиной головой о том, кому же ходить впереди. Голова сказала. «Ты не можешь ходить спереди. У тебя нет глаз и ушей». Хвост сказал. «А зато вам не сила. Я тебя двигаю. Если захочу, да обернусь вокруг дерева. Ты с места не стронешься». Голова сказала. «Разойдемся». И хвост оторвался от головы и пополз вперед. Но только что он отполз от головы, попал в трещину и провалился. Конец басни «Голова и хвост змеи». Басня 7. Из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни «Эзопа». Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Зайцы и лягушки». Сошлись раз зайцы и стали плакаться на свою жизнь. И от людей, и от собак, и от орлов, и от прочих зверей погибаем. Уж лучше раз умереть, чем в страхе жить и мучиться. Давайте утопимся. И поскакали зайцы на озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев и заболтыхали в воду. Один заяц говорит. «Стойте, ребята! Подождем топиться. Вот лягушачье житье видно еще хуже нашего. Они и нас боятся». Конец басни «Зайцы и лягушки». Басня 8. Из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни «Эзопа». Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Камыш и маслина». Маслина и камыш заспорили о том, кто крепче и сильнее. Маслина посмеялась над камышом за то, что он от всякого ветра гнется. Камыш молчал. Пришла буря. Камыш шатался, мотался, до земли сгибался, уцелел. Маслина напружилась сучами против ветра и сломилась. Конец басни «Камыш и маслина». Басня 9. Из басни «Эзопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни «Эзопа». Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Камар и лев». Камар прилетел ко Льву и говорит. «Ты думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы не так. Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грызешь зубами? Это и бабы так-то с мужиками дерутся. Я сильнее тебя. Хочешь, выходи на войну». И комар затрубил и стал кусать льва в голые щеки и в нос. Лев стал бить себя по лицу лапами и драть когтями. И задрал себе в кровь все лицо и из сил выбился. Камар затрубил с радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку и стал паук его сосать. Камар и говорит. «Сильного зверя льва одолел, а вот от дрянного паука погибаю». Конец басни Камар и Лев Басня 10 из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Ильей. Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня «Курица и золотые яйца» У одного хозяина курица несла золотые яйца. Ему захотелось сразу побольше золота. И он убил курицу. Он думал, что внутри ее большой ком золота. А она была такая же, как и все курицы. Конец басни Курица и золотые яйца Басня номер одиннадцать из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Курица и Ласточка Курица нашла змеиные яйца и стала их высиживать. Ласточка увидала и говорит То-то глупое, ты их выведешь? А как вырастут, они тебя первую обидят. Конец басни Курица и Ласточка Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Клинтон, Теннесси, Юнайтед Стейтс Септембер 4, 2008 Басня номер 12 Из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басня Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Лгун Мальчик стерег овец И, будто видав волка, стал звать Помогите, волк, волк Мужики прибежали и видят Неправда Как сделал он так и два, и три раза Случилось, и вправду набежал волк Мальчик стал кричать Сюда, сюда скорее, волк Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает И не послушали его Волк видит, бояться нечего На просторе перерезал все стадо Конец басни Лгун Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Квинтон, Теннесси, Юнайтед Стейтс Септембер 4, 2008 Басня номер 13 Из басни Изопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Басни Изопа Перевод Л.Н. Толстого Басня Лев, Волк и Лисица Старый больной лев лежал в пещере Приходили все звери проведывать царя Только лисица не бывала Вот волк обрадовался случаю И стал перед львом оговаривать лисицу Она говорит, тебя ни во что не считает Ни разу не сошла царя проведать На эти слова и прибеги, лисица Она услыхала, что волк говорит и думает Погоди ж, волк, я тебя вымещу Вот лев зарычал на лисицу, а она и говорит Не вели казнить, вели слово вымолвить Я от того не бывала, что недосуг было А недосуг было от того, что по всему свету бегала У лекарей для тебя лекарство спрашивала Только теперь нашла, вот и прибежала Левый говорит, какое лекарство? А вот такое, если живого волка обдерешь Да шкуру его тепленькую наденешь Как растянул ее волка Лисица засмеялась и говорит Так то, брат Господь не назло, а на добро наводить надо Конец басни Лев, волк и лисица Басни 14 из Басни Зопа Это звукозапись сделана для сайта LibriVax Все звукозаписи LibriVax являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVax.org Басни Зопа перевод Л.Н. Толстого Басни Лев и Мыш Лев спал Мышь проезжала ему по телу Он проснулся и поймал ее Мышь стала просить, чтобы он пустил ее Она сказала Если ты меня пустишь, я тебе добро сделаю Лев созмеялся, что мышь обещает ему добро сделать И пустил ее Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву Мышь услыхала львиный рев Приезжала, перегрызла веревку и сказала Помнишь, ты смеялся Не думал, что бы я могла тебе добро сделать А теперь выйдешь Бывает, отмаши добро Конец базни Лев и Мыш Звукозапись Диалана Роберто Антонио Муниос-Гомес Торонто, Онтерио, Канада Басня номер 15 Из басни Изопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басня Изопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Лев, Медведь и Лисица Лев и Медведь добыли мясо и стали за него драться Медведь не хотел уступить И лев не уступал Они так долго бились, что ослабили оба и легли Лиса увидала промежних мяса Подхватила его и убежала Конец басни Лев, Медведь и Лисица Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Клинтон, Теннесси, Украина, Северный 8, 2008 Басня номер 16 из басни Изопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басня Изопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Лисица Попалась лиса в капкан Оторвала хвост и ушла И стала она придумывать, как бы ей свой стыд прикрыть Созвала она лисиц и стала их уговаривать, чтобы отрубили хвосты Хвост, говорит, совсем не кстати Только напрасно лишнюю тягу из-за собой таскаю Одна лисица и говорит Ох, не говорила бы этого, как бы не была куция Куция лисица смолчала и ушла Конец басни Лисица Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Clinton, Tennessee, United States, September 8, 2008 Басня номер 17 Басня номер 17 из басни Изопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басня Изопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Лисица и виноград Лисица увидала Висят спелые кисти винограда И стала прилаживаться, как бы их съесть Она долго билась, но не могла достать Чтобы досаду заглушить, она говорит Зеленый еще Конец басни Лисица и виноград Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Клинтон, Теннесси, Юнайтед Стейтс Септембер 8, 2008 Басня номер восемнадцать Из басни Изопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басня Изопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Лисица и козел Захотелось козлу напиться Он слез под круч к колодцу Напился и отяжелел Стал он выбираться назад и не может И стал он реветь Лисица увидала и говорит То-то бестолковый Коли бы у тебя сколько в бороде волос Столько бы в голове ума было То прежде чем слезать Подумал бы, как назад выбраться Конец басни Лисица и козел Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Клинтон, Теннесси, Юнайтед Стейтс Септембер 8, 2008 Басня номер 19 Из басни Изопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басни Изопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Лягушка и Лев Лев услыхал Лягушка громко квакает И испугался Он подумал, что большой зверь так громко кричит Он подождал немного и видит Вышла лягушка из болота Лев раздавил ее лапой и сказал Вперед, не рассмотревший, не буду пугаться Конец басни Лягушка и Лев Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басня номер 20 из басни Изопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Басни Изопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басни Муравей и Голубка Муравей спустился к ручью Захотел напиться Волна захлестнула его и чуть не потопила Голубка несла ветку Она увидела, что муравей тонет И бросила ему ветку в ручей Муравей сел на ветку и спасся Потом охотник расставил сеть на Голубку И хотел захлопнуть Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу Охотник ухнул и уронил сеть Голубка вспорхнула и улетела Конец басни Муравей и Голубка Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной Клинтон, Теннесси, Юнайтед Стейтс, Септембер 8, 2008 Басня номер 21 из басни Изоп Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox является общественным настоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Багаудиновой Басня Изопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Олень Олень подошел к речке напиться Увидал себя в воде и стал радоваться на свои рога Что они велики и развилисты А на ноги посмотрел и говорит Вот только ноги мои плохи и жидки Вдруг выскочил лев и бросился на оленя Олень пустился скакать по чистому полю Он уходил А как пришел в лес Запутался рогами за сучья И лев схватил его Как пришло погибать оленю Он и говорит То-то глупый я Про кого думал, что плохие жидки То спасали А на кого радовался От тех и пропал Конец басни Олень Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Ульяновск, Россия 20 января 2009 года Басня номер 22 Из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox Являются общественным достоянием Для более подробной информации Или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Олень и Ланчук Ланчук сказал раз оленю Батюшка, да ты и больше, и резвее собак Да еще и рога у тебя огромные на защиту Отчего же ты так боишься собак? Олень засмеялся и говорит Правду говоришь, дитятка Одна беда Как только услышу собачий лай Не успею подумать, а уж бегу Конец басни Олень и Ланчук Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Ульяновск, Россия 20 января 2009 года Басня номер 23 из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Осел в львиной шкуре Осел надел львиную шкуру И все думали Лев Побежал народ и скотина Подол ветер Шкура распахнулась И стало видно осла Сбежался народ И сколотили осла Конец басни Осел в львиной шкуре Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Ульяновск, Россия 20 января 2009 года Басня номер 24 из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Осел и лошадь У одного человека были осел и лошадь Шли они по дороге Осел сказал лошади Мне тяжело Не дотащу я всего Возьмись меня хоть немного Лошадь не послушалась Осел упал от натуги И умер Хозяин как наложил весь сосла на лошадь Да еще и шкуру ослиную Лошадь и взвыла Ох, горе мне, бедный Горюшка мне, несчастный Не хотела я немножко ему подсобить Теперь вот все тащу Да еще и шкуру Конец басни Осел и лошадь Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Ульяновск, Россия 20 января 2009 года Басня номер 25 из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня Отец и сыновья Отец приказал сыновьям, чтобы жили в согласии Они не слушались Вот он велел принести веник И говорит Сломайте Сколько они не бились Не могли сломать Тогда отец развязал веник И велел ломать по одному пруту Они легко переломали прутья по одиночке Отец и говорит Так-то и вы Если в согласии жить будете Никто вас не одолеет А если будете ссориться, да все врозь Вас всякий легко погубит Конец басни Отец и сыновья Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Ульяновск, Россия 20 января 2009 года Басня номер 26 из басни «Эзопа» Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Баглудиновой Басни «Эзопа» Перевод Льва Николаевича Толстого Басня «Пчелы и трутни» Как пришло лето, стали трутни ссориться с пчелами Кому мед есть Позвали пчелы на суд осу Осай говорит Мне вас рассудить сразу нельзя Я еще не знаю, кто из вас мед делает А разойдитесь вы в два пустые улья В один пчелы, а в другой трутни Вот через неделю я и увижу, кто больше и лучше меду наделает Трутни стали спорить Мы, говорят, не согласны Ты нас сейчас рассуди Осай говорит Теперь я вас сейчас рассужу Вы, трутни, не согласны от того, что меду делать не умеете А только чужой жрать любите Гоните их вон, пчелы И пчелы побили всех трутней Конец басни Пчелы и трутни Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года Басня номер 27 из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox является общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня «Рыбак и рыбка» Поймал рыбак рыбку Рыбка и говорит Рыбак, пусти меня в воду Видишь, я мелка, тебе от меня пользы мало будет Опустишь, да я вырасту, тогда поймаешь Тебе пользы больше будет Рыбак и говорит Дурак тот будет, кто станет большой пользы ждать А малую из рук упустят Конец басни «Рыбак и рыбка» Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года Басня номер 28 из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox является общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня «Собака и волк» Собака заснула за двором Голодный волк набежал и хотел съесть ее Собака и говорит Волк, подожди меня есть Теперь я костлява, худа А вот дай срок Хозяева будут свадьбу играть Тогда мне еды будет волю Я разжирею Лучше тогда меня съешь Волк поверил и ушел Вот приходит он в другой раз и видит Собака лежит на крыше А волк и говорит Что ж, была свадьба-то А собака и говорит Вот что, волк, коли другой раз Останешь меня сонную перед двором Не дожидайся больше свадьбы Конец басни Собака и волк Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой Ульяновск, Россия 20 января 2009 года Басня номер 29 Из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой Басни Эзопа Перевод Льва Николаевича Толстого Басня «Собака и ее тень» Собака шла по дощечке через речку А в зубах несла мясо Увидала она себя в воде И подумала, что там другая собака мясо несет Она бросила свое мясо И кинулась отнимать у той собаки Того мяса и вовсе не было А свое волною унесло И осталась собака ни при чем Конец басни «Собака и ее тень» Звукозапись сделана Гузель Багауддиновой Ульяновск, Россия, 20 января 2009 года Басни 30 из басни Эзопа Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox Все звукозаписи LibriVox является общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации В качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Мартин Силах Басни Эзопа, перевод Эллен Толстого Басни «Собака, петух и лисица» Собака и петух пошли странствовать Вечером петух уснул на дереве А собака пристроилась у того же дерева Промеж корнев Как пришел время, петух запел Лисица услыхала петуха Прибежала и стала снизу просить Чтобы он сошел к ней Будто ей хочется оказать почтение ему за то, что у него голос хорош Петух сказал Надо прежде разбудить дворника Он спит промеж корнев Пусть отопрет, тогда я сойду Лисица стала искать дворника И забрехала Собака живо вскочила И задушила лисицу Конец басни «Собака, петух и лисица» Звукозапись сделана Мартин Силов Басни 31 из басни Эзопа Эта звукозапись сделана от леса Это LibriVox Все звукозаписи LibriVox Является общественным достоянием Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера Пожалуйста, посетите LibriVox.org Звукозапись сделана Мартин Силов Басни Эзопа Перевод Л.Н. Толстого Басни «Старик и смерть» Старик раз нарубил дробь и понес Нести было далеко Он изумчился, сложил бьязанку и говорит Ах, хоть бы смерть вышла Смерть